Партнер программы новости – Медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Доступная медицина в труднодоступных районах. Как развивается здравоохранение на селе и почему все больше молодых специалистов выбирают профессию «земский доктор». «Анапа» закрывает квартирные вопросы. Сегодня ключи от долгожданного собственного жилья получили еще 8 молодых людей, оставшихся без попечения родителей. Не морем единым. Анапские спортсмены в очередной раз подтвердили звание города как одного из самых спортивных на Кубани. Долгожданное новоселье. Сегодня в Анапе вручили 8 ключей от квартир молодым людям, которые воспитывались без родителей. Жилье выделено по программе «Дети Кубани». Все квартиры располагаются в новом доме. От имени главы нашего города Сергеева Сергея Павловича, я хочу сегодня поздравить вас с этим событием. Сергей Павлович уверен, что получив ключи от ваших новых квартир, вы получите новый старт в этой жизни. Нам кажется, что вы станете более уверенными. Мы хотим, чтобы вы там поженились или замуж вышли. Может быть, нас пригласите на свадьбу, мы будем очень рады. Очень хотелось бы, чтобы в ваших квартирах появились новые маленькие дети, которые бы радовали вас. Ну и, конечно, очень хочется вкупе, чтобы у вас там всегда было светло, тепло, красиво, уютно, комфортно. Чтобы вы сами хотели идти в свой первый дом. Отдельно Людмила Мурашова отметила, что застройщик пошел навстречу администрации в решении вопроса с жильем для детей-сиротой. Предоставил квартиры в новостройке для социального проекта. Старшие из сегодняшних новоселов – молодые мамы, уже имеющие одного-двух детей. Самому младшему обладателю собственного жилья только исполнилось 18 лет. Их жизненные дороги складываются по-разному, но все счастливые получатели ключей от новых квартир были единодушны в выражении благодарности властям за поддержку и теплое напутствие. Мы – молодые люди Анапы, которые в свое время остались без попечения родителей, без родительского дома. По разным причинам. Я очень рада, что у нас в Краснодарском крае есть такой проект «Дети Кубани». Именно благодаря этому проекту каждый из нас получил свои долгожданные квартиры. Разве это не счастье – возвращаться в свой дом? Там, где тебя всегда ждут, там, где тепло, комфортно и уютно. Я хочу сказать искренние слова благодарности всем тем, кто принимал участие в этом проекте. Вместе с ключами от квартир молодые люди получили подарки от администрации Анапы и запечатлели памятный момент на общем фото. На отдых туда, где комфортно и безопасно в Анапу прибывают все новые и новые гости. Обеспечить безопасность на пляжных территориях, в общественном транспорте, в местах массового пребывания, людям помогает современная техника. Усилить защиту города, работать на предотвращение правонарушений и нештатных ситуаций призван аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Постоянно совершенствовать его возможности – задачи, которые ставит глава Анапы Сергей Сергеев. Сердце общегородской цифровой системы сбора и обработки информации – Анапский центр мониторинга. На видеостене в виде наглядных схем и таблиц – работа общественного транспорта, движения машин скорой помощи, системы жизнеобеспечения и видеомозаика ежедневной жизни курорта. Глава Анапы Сергей Сергеев убежден – необходимо совершенствовать возможности системы видеонаблюдения. В этом году камеры появились на пляжах. Это одно из условий аренды прибрежных территорий. На нашем пляже установлены видеокамеры. Это сделано в целях безопасности окружающих, чтобы мы могли следить за ними и, если что, должно быть зафиксировано на видеокамере. Слава Богу, таких случаев не было, ЧП не возникало. Но если такое произойдет, то в любой момент правоохранительные органы могут получить информацию, проверить запись, скачать на любой носитель и получить полную информацию о происходящем на пляже. Сейчас специалисты изыскивают техническую возможность интегрировать локальные видеосистемы в общегородскую. Это усиление антитеррористической безопасности курорта. Проходы должны интересовать к морю. В первую очередь мы должны сегодня обеспечивать видеообзор и где-то его выводить. Здесь не надо жалеть следствия. Здесь действительно надо на сезон организовывать рабочее место. То есть места уязвимых, которые могут нам принести вот эти мероприятия, негативные, мы должны за ними наблюдать. Повседневная жизнь Анапы тоже под наблюдением. Например, диспетчерская Анапского ПТП, с территории которого выходят сотни городских автобусов, и единая дежурно-диспетчерская служба связаны одной сетью. Это все для безопасности, в первую очередь. Мало ли что, какие моменты, в каждом машине есть оперативная кнопка, которая нажимается. И это все способствует тому, чтобы меньше было проблем. Если какие-то есть вопросы, человек нажимает кнопку, и уже на него выходит диспетчер, реагирует. Какие вопросы, что произошло. Информационно-аналитической системой пользуются и диспетчеры скорой помощи. Когда на линии 18 скорых, гораздо проще и оперативнее управлять ими с помощью компьютерной программы. Диспетчер видит на экране местонахождение той или иной машины, а данные поступившего вызова врач получает на планшет. Оперативный дежурный ЕДДС также может отслеживать движение медицинских автомобилей. Во время визита главе Анапы рассказывают о создании геоинформационной системы, электронный город, где отображены все социальные объекты и объекты жизнеобеспечения. Пока скудные сведения поступают от коммунальщиков, Сергей Павлович поручает активизировать эту работу. Приглашайте к себе Бузунову сюда, и пусть приглашает директора теплосетей, директора водоканала для начала. И пусть рассказывают, когда они будут увеличивать количество объектов. Им же тоже надо мониторить эту ситуацию. Безопасный город – хороший помощник для людей в форме. Полиция регулярно запрашивает видеоинформацию. С ее помощью в этом году уже раскрыто 145 преступлений и правонарушений. И в продолжении темы. Безопасность детского отдыха – задача первостепенная. И здесь важна профилактическая и разъяснительная работа. Сегодня на заседании комиссии, организованной Центром противопожарной профилактики, обсудили вопросы безопасности, антитеррористической защищенности, профилактику и предупреждения чрезвычайных ситуаций в детских здравницах. Курортный сезон в Анапе должен пройти под знаком безопасности. Такую задачу поставил глава города перед всеми ответственными службами. В зале представители детских здравниц. Они несут ответственность за безопасность детского отдыха на своих территориях. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Суханов напоминает о требованиях к пожарной безопасности. Особое внимание к электричеству непосредственно в детских корпусах. Вы видите все розетки на один-два рубильника. Дети уходят, администратор пошел, отключил. Дети зашли, администратор включил. И хотелось бы вам напомнить, что если пострадал два и более человек, особенно дети, это возбуждается уголовное дело. Однозначно на директора и на должностных лиц, которые имеют отношение к пожарной безопасности. На заседании также шла речь о мероприятиях антитеррористической направленности. Охрану необходимо сертифицировать, а все объекты обеспечить системами видеонаблюдения. Силовики предупреждают, кроме плановых проверок будут проводиться и специальные оперативные. Под видом любого посетителя на территорию проносится муляж взрывного устройства. И закладывается где-то либо на территории, либо в одном из служебных помещений или жилых корпусов и прочее. И наблюдается реакция в течение определенного времени. Если предмет не обнаружен, составляется акт о проведенном мероприятии, направляется информация ФСБ Краснодарского края. Дети должны знать и соблюдать элементарные правила безопасности, а в случае чрезвычайной ситуации правильно себя вести. Организация лекций, фильмов и бесед также лежит на детских лагерях. Именно через проведение всех этих конкурсов, игровых программ, различных мероприятий тематических, дети познают правила пожарной безопасности. Они как бы это впитывают в себя, и эти правила им потом пригодятся в их жизни. И очень бы хотелось, чтобы руководители детских здравниц это понимали и проводили эти мероприятия в своих учреждениях. Потому что это может предупредить и пожары, и различные чрезвычайные ситуации, травмирование, гибель, естественно, детей и взрослых, которые находятся на отдыхе и работают. Представители Центра противопожарной профилактики предложили взаимовыгодное сотрудничество. Они готовы сами выезжать на место отдыха ребят и проводить профилактические мероприятия. Также будут организованы экскурсии, на которых ребята смогут посетить пожарную часть и узнать все тонкости работы огнеборцев. Деловая встреча бизнеса, власти и журналистов. Об инвестиционной привлекательности города-курорта говорили крупные инвесторы, главный архитектор Краснодарского края и представители администрации Анапы. За пять лет частные вложения в экономику города-курорта составили порядка 40 миллиардов рублей, а объем производимой продукции и услуг вырос в полтора раза до 70 миллиардов рублей. Главный результат инвестиционной деятельности – увеличение налоговой базы, создание новых рабочих мест и новых привлекательных объектов в различных сферах деятельности Анапы. Об инвестиционной привлекательности города-курорта говорили на деловой встрече инвесторов и представителей власти. Наиболее перспективной для частного капитала отраслью остается санаторно-курортный комплекс и туризм, как результат появления новых туристических объектов. В этом сезоне это парк развлечений в селе Суко. Для местных жителей это рабочие места, для туристов – новая точка притяжения. В этом году его создатели сделали ставку на уникальный для Краснодарского края вид отдыха. Экстремальный аттракцион «Зиплайн». Это такая же история, как реализована в Сочи в Скайпарке. Более 350-метровая подвесная система, которая над водной гладью, с горы, спуск, со с высокой скоростью, как-то с самого экстрима начали почему-то. Вы знаете, это сейчас вас требует. Общую картину привлекательности «Анапы» для инвесторов обрисовал представитель краевой власти Юрий Рысин. Какие конкурентные преимущества, если мы говорим об «Анапе» и «Анапе»? Свой аэропорт, в том числе только что законченный строительством новый терминальный комплекс. Свой железнодорожный вокзал, развитая сеть дорог, хороший авторитет, лечебная база великолепная, до сих пор, слава богу, сохраненная. Тот же санаторный комплекс «Делуч», например, с диагностическим центром лечебным, десятиэтажным. Это последняя стройка социализма была в «Анапе» в свое время. Минеральные воды, грязь лечебная. С 2012 года в экономику города-курорта поступили инвестиции на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Наиболее популярными отраслями в плане инвестиций в городе является санаторно-курортный комплекс, жилищное строительство, а также виноградарство и виноделие. В настоящее время у нас создана группа сопровождения инвестиционных проектов. На постоянном сопровождении сейчас находится более 30 инвестиционных проектов. На общую сумму более 60 миллиардов рублей. По итогам краевого рейтинга результативности привлечения инвестиций «Анапа» на 12 месте из 44 муниципалитетов есть куда развиваться. При этом за те же последние пять лет объем производства товаров и услуг в муниципалитете вырос до 70 миллиардов рублей в полтора раза. На этих выходных в России отметят День медицинского работника. Сегодня в городе-курорте активно развивается не только городская, но и сельская медицина. На работу приезжают молодые специалисты. До момента, когда в хуторе рассвет начнет принимать земский врач, остались считанные дни. В амбулатории станицы Анапской расширяют дневной стационар. Медики отмечают, что постепенная, но постоянная модернизация их рабочих мест становится нормой. Нива, подаренная депутатом Госдумы Иваном Демченко, не стоит без дела. С ее помощью нужно оперативно добраться до отдаленных хуторов Анапского сельского округа. В этом году покрасили фасад амбулатории, уложили новый линолеум в кабинете физиотерапии, капитально отремонтировали процедурную в дневном стационаре. В настоящий момент здесь три койка места, в ближайшее время станет девять. Увеличивается население, сейчас на данный момент времени амбулатории обслуживается выше 22 тысяч населения, детского, взрослого. Увеличиваем количество специалистов, привлекаем новых врачей. Юлия Березняк, кардиолог и терапевт в одном лице. После окончания вуза обзванивала города и районы России. В станицу Анапская переехала из Астрахани. По программе «Земский доктор» получила один миллион рублей на покупку жилья. В плане профессионального здесь я могу совмещать две свои профессии – и терапию, и кардиологию. И в принципе, и семье моей здесь нравится, и ребенку здесь нравится, море близко. То есть вроде как ты работаешь, а потом ты можешь пойти к морю и отдохнуть даже. Совместить приятное с полезным. Людмила Григорьевна из хутора Курбаски. 20 лет проработала почтальоном. На прием приходишь, всегда вежливо улыбаются, все объясняют, все показывают, рассказывают. Творческих успехов, поем, пожалуй, больше. Здоровья тоже. Меньше пациентов, наверное. Значит, получается, здесь у нас регистратура, потом здесь идет кабинет почерного осмотра. Затем пациент может попасть с вашего кабинета в процедурный кабинет. Здесь можно осуществлять манипуляции. Здесь же может пациент пройти в кабинет забора крови, где ему проведут забор всех необходимых анализов. Ну и, собственно говоря, окончить свой прием, не контактируясь в любых коридорах. Уже на следующей неделе Валентин Шишкин начнет работать врачом общей практики в хуторе Рассвет. Этот филиал 4-й амбулатории, которая находится в Гайкадзоре, будет обслуживать около 4 тысяч человек, взрослых и детей. Вести прием, проводить процедуры будут 12 фельдшеров и медсестер под руководством врача. Мне нравится эта работа, поэтому я подхожу к каждому, скажем так, случаю, хотя широкий профиль, да, скажем так, ну, стараться на уровне именно узкого специалиста и смотреть глазами, как узкий специалист, потому что этому обучали. Здесь на месте, учитывая даже скоро помощные какие-то мероприятия, потому что это тоже входит в мои обязанности, оказания там экстренных вещей, да, там, аллергические реакции, еще что-то, то, что, в принципе, в скорую помощь включено. 90% случаев обращения. Все остальное мы сортируем и перенаправляем, скажем так, в узкопрофильный стационар. Местным жителям уже не придется лишний раз ездить за справкой в Гайкадзор. Тем временем в самой амбулатории появился аппарат УЗИ. Документы на получение лицензии уже подали. Основная задача, которую ставят перед собой муниципальные власти – сделать медицинскую помощь максимально доступной, в том числе для жителей сельских населенных пунктов. Аэропорт Анапа увеличил пассажиропоток. Об этом сообщает база Лайера. Прирост отмечается как на внутренних, так и на международных рейсах. За пять месяцев 2017 года наш аэропорт уже принял 227 тысяч пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост пассажиропотока наблюдается и в целом по краю. По сообщению базы Лайера, аэропорты Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика с января по мае обслужили на 18% больше пассажиров, чем в прошлом году. Всего услугами кубанских аэропортов воспользовались более 3 миллионов человек. Причем более высокие темпы роста пассажиропотока отмечаются на международных направлениях. Анапа в числе победителей. По итогам 2016 года город-курорт вошел в тройку лидеров Краснодарского края по развитию физической культуры и спорта. Анапа всегда славилась своими сильными спортсменами и сборными командами. Одним из ярких примеров является сборная по волейболу детско-юношеской спортивной школы «Виктория», которая регулярно подтверждает свой профессионализм на различных турнирах. В секции волейбола спортивной школы «Виктория» занимается более 200 человек от 9 до 18 лет. Из числа лучших сформирована одна из сильнейших команд Краснодарского края. Она регулярно приносит в копилку города-курорта золотые медали. Только за прошедший год спортсмены одержали 6 побед в краевых соревнованиях и 2 во всероссийских. Стали призерами в 20 турнирах. Эти достижения стали возможны в том числе и благодаря тесному взаимодействию тренерского состава, родительского комитета и руководства школы. В первую очередь, это тренерский состав. Очень много еще энтузиастов осталось, которые работают. Во вторую очередь, это родители, которые во всем помогают тренерам своим. И, конечно же, база. У нас исключительная база. Вот наша база «Виктория» – одна из лучших баз в крае, вообще в крае. И один из лучших волейбольных залов, которым занимаются именно дети. Волейбол как раз возрождается. Был момент, когда не было тренеров. Наши тренеры, которые сейчас работают на детях, они играли еще сами. И сейчас по окончании вот этой своей спортивной деятельности, как игроков, они работают в качестве тренеров. Вот у нас в школе работают все наши выпускники. Сегодня в спортивной школе проходит турнир, посвященный памяти заслуженного учителя Кубани Станислава Фролова. Именно он стоял у истоков развития волейбола в Анапе. В соревнованиях принимают участие 15 команд. Ребята 2003-2004 годов рождения приехали со всех уголков России. Хакасия, Ставрополь, Волгоград, Москва. Несмотря на достаточно юный возраст, борьба разгорается нешуточная. Анапским волейболистам едва удавалось сдерживать натиск противника. Сами игроки признаются, в игре самое важное – взаимодействие в команде, дисциплина и понимание тренера. Иначе победу не одержать. У нас очень хороший тренер, и он очень много нам дает. Он даже в отпуске, он тренирует нас. Он не дает нам расслабиться. Мы в команде не ссоримся. У нас с девочкой хорошо общаются, и мы помогаем друг другу. То есть, кто-то ошибся, мы пойдем, подбодрим девочку. Она уже на эмоциях будет играть дальше. В этих соревнованиях Анапа уверенно держит абсолютное лидерство в рейтинговой таблице. Остались заключительные игры, но организаторы турнира говорят, у анапской команды есть все шансы остаться в числе фаворитов и принести очередную победу в копилку школы и города. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин